Друзья, всем привет! Сегодня хочу поделиться с вами результатами тестированного коктейля. На канале показывала два коктейльчика для роста наших с вами орхидеевшек. Одним из которых я пользовалась сама и уже показала готовые результаты, а другим, другим коктейлем поделилась девочка с нашей группы. В принципе, в той же нашей группе и девчонки уже тестировали его. И были прекрасные результаты, и мы с вами тоже на канале протестировали. И сегодня посмотрим, в принципе, на эти результаты. Это уже второй был полив у меня. Примежуточное видео тоже выходило уже с какими-то результатами, но результаты были не на всех орхидеев. Сейчас посмотрим, что же происходит после двухкратного применения данного коктейля. Причем коктейль я применяла через полив. Через... Ну, там вообще-то должно через где-то 14 дней. Но у меня вот тут примерно через полив и получилось. Где-то плюс-минус, да, там, да, 14 дней. Давайте посмотрим. Ну, хочу сразу сказать, кто смотрел промежуточный итог, у нас тут у меня возникли небольшие проблемы с дракарисом, и пересаженные, друзья мои. И как-то вот бухнула я туда воду. Моха ее сильно взял, и, естественно, излишняя влага, все корни, корни, вот они, которые были, они ушли. Ну, тем интереснее с одной стороны. То есть обработала я с шеем Максимом вместе с топсином, и обработала, и полила коктейлем. И вот давайте начнем, в принципе, с дракариса, с которым у нас, у меня возникли проблемы. Но я вам хочу сказать сразу, что проблемы у меня в этот раз, в этом тестировании возникли не только с ним. Зумасшествие, ну, уж так случилось. Давайте посмотрим. Вот он, видите, промазан был на канале, да. Все были корешочки здесь гнилые, я их немножко отодвинула, вот эти вот тяжики от шеи, чтобы тут влажности не было. И вот, посмотрите, видите, новые корешочки. И вон, смотрите, под листиками, вон там тоже лезет. Вот андракарис, да. Вот такая вот ситуация. Так, сейчас покажу дальше в ситуации. Это Окс Луна, Луна Роуз. Ну, я посмотрела, посмотрела, листик желтит, но это, возможно, из-за корешочков вот этих вот. Сейчас я к вам поближе. Там ничего такого страшного я не вижу. Возможно, из-за того, что корешочки его пробили. Вот, все в росте, смотрите, какая красота. Листика растет, корни в росте. Ну, отлично, да, тоже смотрим от шеи. Красота, красота, тоже есть результат. Так, вот это вообще больнявая орхидеечка. Очень мало у нее было корешочков. Все рассказывала, поэтому, что за орхидейки рассказывать не буду. Можно посмотреть с первого и до второго видео. Я просто буду показывать результат. Вот такой вот прекрасный результат от шеи. Так, еще. Я там поудаляла комментарии с комментаторами, с комментируемыми людьми. Такого плана, вот, о-о-о, и набодяжили, и вот это, и сколько можно химии, и сколько, и так прекрасные там, да. В общем, скажу так. Прекрасно работает Рибаф сам по себе. Прекрасно работает НВ или HB101, как хотите там называйте. Прекрасно работает сама по себе и янтарная кислота. В моем случае янтарин я пользовалась. Но в совокупности, троем, они работают еще лучше. Нельзя смешивать? Можно. Даже, я вам даже скрин сделаю, что рекомендуют, рекомендуют смешать для реанимации орхидеи, HB и Рибаф вместе. А янтарная кислота, ну, никому не повредит, в принципе. Вот вторая проблема, возникшая за это время. Это, друзья, на орхидею напал трипс. Просто вот я трипсов увидела в одной комнате, потравила там все, больше не наблюдала. И потом вот на стеллаже еще вот тоже перелетел и пожрал орхидейку. Вот только вот буквально пару дней назад, как я обработала, друзья, орхидеи от трипса. Но чтобы зимой трипс у меня, такого еще не было. Новых орхидей тоже не было. Так, вот смотрим. Корни. Корни все у нас хорошо растут. Растущий, растущий, растущий. Ну и вот, пожалуйста, от шеи. Тут вообще с разветвлением. Тоже от шеи, смотрите, какая красота тоже. Тоже, да? Есть результаты. Вот четыре уже орхидейки с результатом. Пойдем дальше. Орхидея из тех, которая показывала какие-то признаки роста, я напомню, это была вот эта орхидеечка. У нее был растущий корешечек. Ну, ничего страшного. Мы еще вот, так, вот этот тоже был растущий, да? Он дальше продолжает расти, еще больше вырос, видим. И от шеи у нас появились дополнительные корешочки. Их стало уже не один, а он, вон сколько еще, вон проклевывается. Тоже есть результат. Так, и я еще хочу напомнить, что я брала разные орхидейки, которые недавно пересажены, которые не пересажены, взрослые, невзрослые. Ну, в общем, поэтому, видите, тут все всяко-разно. Так, вот эту орхидеечку, ну, в первый полив я не поливала. Почему? Потому что она была влажная, но я говорила, что я ее, если поверить, полью за кадром, когда настанет время. И буквально через пару дней после того первого видео я ее полила. Она прямо вот недавно была тогда пересажена, и вот этот листочек, он был такой мягковатый, что меня немножко, конечно, напрягало. Ну, посмотрим. Она у меня, конечно, углублена, заглублена. Сейчас. Ой. Сейчас мы посмотрим. Вон корешочек, я надеюсь, он видно. От шейки. Сейчас посмотрим. И с этой стороны. Сейчас орешечку берем. Так, 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 сейчас аккуратно. И вот, смотрите. Видно, что корни в росте. И что это свежие корешочки. Тоже. Результаты есть корней здесь не видно, я говорю, потому что еще свежая-свежая посадка. Так, тоже есть результат. И осталась непересаженная орхидея ортного. Так, смотрим. Что-то я видела тут. Так не бывает. А, я не знаю, вам видно будет? Вот этот кончик, он зелененький, он раскукленный. Не, он не видно. Вот раскукленный. Нет, что-то там. Корешочек. Ну, и от шейки смотрим, тоже пошел корень. И тут тоже вот начинает пробиваться корешок. Листика растет. Здесь меньше, наверное, результат, чем на остальных. И еще, последняя ситуация, которая случилась в данном тестировании, еще была орхидея, беглибка, у которой внизу корней не было, которая цвела одним цветочком, и которую я взяла для того, чтобы, если что, спровоцировать рост корней, и заодно посмотреть, влияет ли полив этим коктейлем на цветение. Посмотреть, не скинет ли орхидея цветы. Ну, в данной моей ситуации был один цветочек. Не повлияет ли, не засушит ли она его. Ну, показать я его сейчас вам не могу. Почему? Потому что что-то пошло не так, и орхидея вся пошелтела, и остался пень. Пень, который, скорее всего, уйдет на выброс. И я, конечно, снимала видео этого растения, я вам покажу. Но тут вообще, конечно, непонятная ситуация. Мы, когда стимулируем, мы также можем простимулировать болячки, понимаете? Поэтому, либо что-то пошло, болячка какая-то сидела, и я, простимулировав это растение, простимулировала вот эти заболевания. Потому что орхидея уже несколько месяцев стояла в такой вот паре, ни туда, ни сюда, ни дальше не пропадала, ни дальше не росла. Единственное, что выпустила, это ответвление на вот этот цветочек. Ну, и как бы вот стояла. Ну, вот, в общем, не знаю, либо вот простимулировал вот этот коктейль, ее к вот этому вот моменту заболевания, либо, ну, просто сложившиеся факторы. Не зря же говорят, что стимулировать надо только здоровые растения. А как же нам стимулировать только здоровые растения, если на здоровых и так есть корешочки, правда же? Вот. А надо стимулировать, допустим, после пересадки. Вот вы какое-то время пересадили, и, допустим, недели через две палили орхидеечку. Вот как, например, вот получилось у меня вот здесь, да? Ну, тут я, конечно, перелила ее, поэтому загубила корни, но они опять растут. Вот здесь, как, например, и вот здесь. То есть, когда видно, что процессы, если есть, была какая-то пропажа корней, а эти процессы остановлены. Ну, в общем, такое все. Шаткая валка, палка о двух концах. Вообще, в общем, что подведу я, коктейль офигенно работает, результат есть на всех орхидеях, ну, получается, кроме одной, которая у меня пропала. Вот. И даже на той, которой тоже потеряла момент, получается, нашего тестирования корней, по моей вине, и вы видите, что тут тоже процесс пошел. И отличный. Вон они. Все тоже есть на канале, все рассказывала. То есть рабочий, рабочий коктейль из трех офигенных препаратов. Как мне там тоже одна написала, ну, еще бы он не сработал. Ну, еще бы не еще бы. В общем, спасибо большое Алия за такую. Ну, что поделилась тем, чем она пользуется для роста. Ну, получается, для реанимации. В общем, и еще. Получается, вот этот в копилочку обязательно я беру себе рецепт, ну, и буду своим пользоваться. И этот попроще найти ингредиенты. Ингредиентов здесь составляющих меньше. Поэтому, думаю, для пользования он, ну, как бы, проще. Потому что пока растение не адаптируется, ну, удобрение это лишнее. После пересадки именно нужна стимуляция, а не какие-нибудь там удобрения. А вот уже, когда немножко растение адаптируется, замечательно будет пролить вот этим вот моим коктейльчиком. Что я жду, я и буду, друзья мои, делать. Так что суперрезультат. Есть над чем подумать, стоит ли подозрительные орхидеи стимулировать или нет. Надеюсь, было полезно. Подписывайтесь на канал. До новых встреч, друзья! Друзья, ну, и был вот такой беклипчик у нас в тестировании коктейля, который после того, как отсвел, решил сбросить мне корни, но при этом дал ответвление. Сбросил тут бутылочку, одну открыл. И я говорила о том, что мы посмотрим как раз действия коктейля не только на корневой системе, но также посмотрим, как повлияет коктейль на цветение. Вот на цветение никак не повлиял. Ну, а здесь, к сожалению, я вам всегда говорю правду и только правду. Мы посмотреть результат не сможем. И дело здесь не в коктейле, а дело вот в этой вот ситуации, друзья. Я его полила дважды, но вот пошла вот такая фигня. Корни я показывала, корни он сбросил нижние, верхние оставались. И вот вчера все хорошо было. Утром я встаю, и вот он весь желтый. Этот уже надорвала лист. Еще тут маленький тоже оторвала этот. Ну и что? Что происходит? Это не проблема в коктейле, это проблема вот в этих вот корнях, которые обжигаются, не обжигаются, сохнут. Я всегда говорю, когда закукленные корни, они тоже могут дать вот такой вот эффект гниения шеи. Что тут произошло? А тут плотные корешочки верхние. А вот этот вот, видите, уходит в шею, вот такой вот. И я один весь нижний сняла, и вот этот надорвала. И что я вижу? Ну, в общем, сейчас покажу. Так, сейчас попробуем. От этого корня пошла вся гниль, поэтому я говорю, если начинается какое-то пропадание, мы обрезаем корешочек, обрабатываем. хитоловином, споробактериным. Хоть чем, но обработать желательно. Когда начинается пропадание корней, корни гниют, они мокрые, сочатся, я вот этот филамент обязательно, обязательно от шеи это двигаю. Ну, в общем, смотрим. Именно под этим местом, вот где этот корень, вот она у нас, вот он корень, и именно от этого корня пошла гниль орхидея. Орхидея сгнила, друзья мои. Ну, так вот бывает. Жалко. Жалко. Она у меня долго жила. Отцвела. Зацвела, отцвела. Здрасте. Ну, правда, когда отцвела, пол части нижней корни сбросила. Все, друзья, здесь уже, здесь уже все подпрощаюсь с ним. Жалко. Конечно, жалко. Мне всегда жалко. Ну, такое бывает. И вот и обрезала. Ничего тут не будет, друзья. Видите, какой тут у нас пигмент большой. Только здоровые, только здоровые пенечки дают деток, друзья, которые утратили точку роста. Поэтому у нас остаются пенечки. Утратить они могут по-разному. Угоняет причинам. Это либо омоложение, либо к точку роста вода попала и она загнила. Но именно, понимаете, верхние части вы обработали, но в ствол не пошло. То есть пенечек живой, нездоровый. Либо это цветонос из точки роста. Я уже показывала вам свои пенечки. На многих были деточки. Ну, а здесь тут и корней-то нет. И вот такая шахарда. Очень жалко мне. Очень мне жалко цветочек, честно. Вон он весь гнилый. Тут-то детки не будет. Ну, показываю, девчат, все как есть. Ну, хотя бы вот что вы выводы сделали. Что данный коктейль не влияет на цветение. А может быть, не надо было его стимулировать. Может, надо было проправить. Может, от этого пошло. Черт возьму. Муж не скопать. Ведь говорят, больные растения нельзя. Нельзя стимулировать, потому что вы вызываете также стимуляцию вот эти утонечки. Но дело в том, что вот этот процесс он был уже, скажем, давно этот поставки она отцвела, выпустила еще дополнительные вот это вот ответвление, созревало, распустилась. Я ему, кстати, тут пролечивала эти или куром. Ну, в общем, кто его знает. Может, что-то... Что тут так пошло не так? Что спровоцировало? Лежим, иисλε klassparки. Иисле. Продолжение следует...